Тема шестая. Смутное время. Параграф первый. Причины смуты. Появлением термина «смутное время» мы обязаны историкам XVIII-XIX веков. Однако в советский период обозначаемые им события принято было называть крестьянской войной и иностранной интервенцией. Сейчас понятие смуты возвращается, и одновременно предлагается называть события начала XVII века в России гражданской войной, ибо в них участвовали практически все социальные группы и слои. Смутное время охватывает период от конца XVI века и почти до начала XX-х годов XVII века. Однако основные причины, вызвавшие трагические для государства события, коренились в XVI веке. Опричнина и Ливонская война, а также порожденный ими тяжелый хозяйственный кризис, вызвали резкое обострение социальных противоречий, которые, в свою очередь, привели к новым закрепостительным мерам. В 1581 году были введены заповедные годы, то есть годы, в которые запрещались крестьянские переходы. В 1597 году приняты указы об уроченных летах. В течение пяти лет был возможен сыск беглых крестьян. Положение усугубил династический кризис, вызванный смертью последнего представителя династии Рюриковичей Федора Ивановича. В 1584-1598 годы и воцарением Бориса Годунова в 1598-1605 годы. Впрочем, последний еще при Федоре выступал фактическим правителем государства. Несмотря на введение патриаршества, а также успешную внешнюю политику, результатом войны со Швецией 1590-1593 годов стало возвращение по Тявзенскому миру 1595 года. Земель, захваченных в Ливонскую войну, Ивангороды, Яма, Копорье и Карелы, внутриполитическое и социально-экономическое положение в России не стало лучше. А неурожайные годы и последовавший за ними голод усугубили ситуацию. Люди умирали тысячами. Многие в поисках спасения шли в Москву, которая уже была перенаселена. Борис Годунов предпринимал меры для стабилизации положения. Например, были предприняты государственные работы, целью которых было занять население, чтобы не довести ситуацию до массовых волнений. Но это не помогло. Параграф 2. Начало смуты. На фоне сложившейся в стране критической ситуации все более распространяется слух о чудесно спасшемся царевиче Дмитрии, последнем сыне Ивана Грозного, погибшем в 1591 году. Эту роль взял на себя беглый монах Григорий Отрепьев, поддерживаемый королевскими кругами Речи Посполитой. Польский король Сигизмунд III, через посредников, в числе которых был известный и влиятельный авантюрист Юрий Мнишек, подписал снова испеченным наследником русского престола так называемые «кондиции». По условиям договоренности после воцарения на московском троне Лжедмитрий должен был передать Речи Посполитой, Северские, Черниговские и Смоленские земли, оказать военную помощь Сигизмунду III в его борьбе против Швеции, а также, переменив веру на католическую, способствовать распространению ее на пространствах России. Гарантом выполнения условий должен был послужить брак с католичкой, которой впоследствии стала дочь Юрия Мнишека Марина. Самозванец при поддержке польских магнатов во главе 3000-го войска в 1604 году предпринял поход на русские земли. На его сторону вскоре стали переходить крестьяне и посадские люди порубежных западных земель. А после неожиданной смерти Годунова, апрель 1605 года, и бояре. В июне 1605 года Лжедмитрий I вступил в Москву и был провозглашен царем. Однако проводимая им политика не удовлетворяла ни правящую верхушку, ни народной массы. Чашу терпения переполнила его свадьба с Мариной Мнишек, проходившая с нарушениями православных традиций. 17 мая 1606 года Лжедмитрий был убит. Царем стал Василий Шуйский, правивший прежде всего, исходя из интересов бояр, и одновременно усиливший закрепостительные меры. Параграф 3. Интервенция. В Польше, между тем, нашли нового самозванца, некоего Богданку, который не стремился изначально к власти, но был похож на Лжедмитрия. Этого оказалось достаточно, чтобы он стал ставленником Сигизмунда III. В его войско входили польские отряды, казаки, а также крестьяне. Разбив в нескольких столкновениях войска Шуйского, в июне 1608 года самозванец подошел к Москве и остановился в местечке Тушино. Образовался Тушинский лагерь. В нем были сформированы приказы и Боярская дума, наречен патриарх. Им стал Филарет, в миру боярин Федор Никитович Романов. Таким образом, тушинцы противостояли царской власти и правительству Василия Шуйского. Неуверенно чувствующий себя во власти и справедливо боявшейся интервенции со стороны Польши, царь обратился за военной помощью к Швеции. В ответ на это Сигизмунд III перешел к открытой войне с Россией. Оккупированной оказалась значительной часть территории страны. В осаду попала мощная крепость под Москвой Троица-Сергиев монастырь. В сентябре 1609 года началась осада Смоленска Сигизмундом III. Ценой значительного напряжения сил и благодаря полководческому таланту Скопина-Шуйского, возглавлявшего правительственное войско, удалось снять осаду Стройца-Сергиевой лавры. Но при попытке оказать помощь Смоленску, русское воинство потерпело неудачу. Неожиданно умер Скопин-Шуйский. Шведский корпус в разгар битвы под Смоленском, ссылаясь на невыплату денег Москвой, перешел на сторону поляков. А Василий Шуйский, лишившись верных ему сил, упустил нити власти. В этих условиях бояре и дворяне в июле 1610 года произвели переворот, в результате которого был свергнут Василий Шуйский. Образовалось переходное правительство из семи бояр, так называемая Семибоярщина, 1610-1612 годы. Бояре, задумав посадить на русский престол польского королевича Владислава, впустили в Кремль польские войска во главе с гетманом Гансевским, который стал самовластно распоряжаться в столице. Уже ненужный Сигизмунду III и опасный для Москвы Лжедмитрий II был убит под Калугой, а на севере шведы начали оккупировать русские земли. Перед Россией встала прямая угроза утраты независимости. Параграф 4. Первое и второе народное ополчение. Окончание смуты. В сложившихся условиях отвоевать земли и сохранить независимость русского государства можно было только опираясь на народные массы. В стране созрела идея всенародного ополчения. В конце 1610-го, начале 1611 года, велась оживленная переписка между русскими городами с целью организации земского ополчения. Большую роль в качестве организатора антипольского выступления играла православная церковь. В Москве появились письма и грамоты патриарха Гермогена с призывом к борьбе против поляков, рассылавшиеся в Рязань, Нижний Новгород и другие города. В январе 1611 года было сформировано первое ополчение, состоявшее в основном из дворян и казаков. Им руководил рязанский воевода Прокопий Липунов. Вскоре ополченцы осадили Москву, и 19 марта произошел решающий бой, в котором приняли участие восставшие москвичи. Однако освободить город не удалось. Оставшись у городских стен, ополчение создало свой высший орган власти, Совет всей земли, а также приказы. После убийства казаками Липунова первое ополчение распалось, но многие из его участников остались под Москвой. К этому времени шведы захватили Новгород, а поляки после многомесячной осады овладели Смоленском. Второе ополчение стало создаваться в одном из крупнейших городов страны, Нижнем Новгороде. Возглавили его нижегородский посадский староста Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский. В октябре 1611 года Минин обратился к нижегородцам с патриотическим призывом не жалеть животов жизни своих. Военным предводителем ополчения стал князь Пожарский, известный как военачальник искусный в обранях и человек без шатости в отношении поляков. С помощью населения многих городов были собраны материальные средства. Весной 1612 года главные силы ополчения двинулись к Ярославлю, где были созданы правительства и приказы. За четыре месяца пребывания в Ярославле ополчение стало влиятельной силой в стране, подчинив своей власти значительную часть русского государства. В августе ополченцы начали осаду московского Кремля. Польский отряд Хаткевича предпринял попытку спасти осажденных, но потерпел неудачу и находившийся в Кремле польский гарнизон сдался. 26 октября 1612 года Москва была освобождена. После победы ополчения встал вопрос об организации власти. Предстояло выбрать нового царя. В январе 1613 года в Москве собрался Земский собор, в котором приняли участие представители всех сословий, в том числе и черносошные крестьяне. Количество претендентов на царский престол достигало шести человек. Однако самой реальной кандидатурой 21 февраля собор признал Михаила Романова 1613-1645 годы. Его отец, митрополит Филарет, после возвращения из плена 1619 год, был избран патриархом и стал фактическим правителем государства. Перед новой властью стояла труднейшая задача ликвидации последствий интервенции. В 1617 году заключается Столбовский мир со Швецией, по которому к России вновь отошло побережье Финского залива с городами Ям, Ивангород, Копорье. После неудачного похода королевича Владислава на Москву в 1618 году подписывается Диулинское перемирие с Речью Посполитой, лишившие Россию Смоленска и Чернигово-Северских земель. Таким образом, важнейшим итогом этого трудного периода явилось восстановление политической независимости и в основном территориального единства России. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok